Мы познакомились 10 лет назад, когда вместе работали. Мы сначала просто как вверх не заходил за документами, она мне их передавала и все. Спустя, наверное, года три мы начали уже дружить. Это та самая история, когда говорится, что не смотри, не ищи счастья где-то далеко, когда оно ходит у тебя под носом. Мы пошли в кино, где она меня посредине сеанса всего закидала попкорном. Очень строгое, сдержанное, никогда не показывала эмоции. А именно в этот раз было все по-другому, и с того момента я полюбил ее. Он потрясающе романтичный мужчина, один из немногих, кто сохранил себе этот романтизм. Предложение я сделал в кровати. Он знает, что я очень люблю пингвинов. И он купил такую игрушку, которая одевается на руки. Я спрятал пингвина под подушку, лежал, смотрел телевизор. И мне казалось, что сейчас он будет о чем-то долго заливать мне, связанное с нашими отношениями. Я не знал, с чего начать, но завел разговор, что нам надо изменить жизнь, что мы делаем все не так. Он неожиданно достал пингвина, открыл колечко, и там было очень клевое колечко. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Дальше дети. Дети. Надо родителям, внуков, внучек. Мы очень этого оба хотим, поэтому это следующее, как бы банально не звучало, это следующее, над чем мы будем работать. Я очень хочу прожить с тобой долгую, счастливую жизнь, чтобы мы были и оставались всегда такими веселыми, какие сейчас есть. Также стебались друг на друга, дурачились и были очень счастливы вместе, несмотря на всякие трудности, которые могла бы жизнь преподнести. Я очень тебя люблю и спасибо, что ты рядом со мной. Она знает, что я за ней очень долго, скажем так, охотился, бегал, ждал ее. И я уверен, что эти ожидания для меня были самые прекрасные, потому что наконец-то я с ней, и так она будет до конца. Дальше. 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 Дальше.